Как много мы знаем людей, которые живут по тем же правилам, что и исповедуют, хотя бы наполовинку. Наверное, вам будет тяжело назвать хотя бы пару таких личностей, которые живут в современности. Сегодня я вам расскажу как раз о таком человеке. Наверное, вы о нем даже и не слышали. Но, тем не менее, по мнению протодиакона Кураева, это самый выдающийся православный миссионер современности. Это исповедник, который за веру в советское время отсидел 4 раза в СИЗО и 1 раз в колонии. Это тысячи обращенных в христианство сектантов, 40 томов написанных книг. Как минимум, это создатель популярного ютуб-канала, видеоблогер и 82-летний дедушка Игнатий Лапкин. Живет он в Барнауле, в Алтайском крае, в деревне Потеряевка, что 170 километров от Барнаула, куда мы с моим другом Матвеем Кипнисом и отправились, напросившись к Игнатию Тихоновичу на интервью. Путь лежал непростой, около пяти часов перелета из Петербурга. Далее на месте нас любезно встретила женщина из окружения Лапкина, которая показала нам Барнаульскую общину и в дальнейшем помогла добраться до Потеряевки. Барнаульская община нас встретила очень удивительной атмосферой. Это цитаты из Библии, которые выглядели как советские транспаранты. Это очень-очень скромный алтарь, это везде присутствующие предупреждения о съемке. В Севенках, везде в скалочках. И там один прижался, помер худенький, там другой. И он говорит, а как вы, говорит, узнаете, что это именно монахи? Он говорит, а, я сейчас покажу. На свет вот так показывает, черепушечку протирает. Вот, видишь, такой вот отблеск, такой вот такой желтоватый, такой солнечный. Корреспондент этот смотрел. Ну да, что-то вижу. А это очень, это благостно. Это, значит, монашек хорошо отошел ко Господу. Раз что-то написал его, туда стоило. Это наши православные, я не о католиках говорю. А мы здесь сидим, глядя. Ну, ты не очень козистый. Я тут с бородой вообще, дикобраз меня называет. Ну, сестра более-менее у нас еще. Там старушечка. Это, ну, тоже не сказать. Ну, это вообще уже пересохло. Это молокосос какой-то. Ну, более-менее девчонка. Ну, молодая тоже, непонятно. Ну, это тоже подросток. Вот и все. Сидим, изучаем. Мировую историю. Спасение человечества. Душ. Ты понимаешь, кто мы? Но наш путь лежал дальше. Час по обычному асфальту, час по бездорожью, размытого осенними дождями. Где-то машину вообще приходилось толкать. Сейчас пойдем на прогулку. И вот мы в настоящей русской православной деревне. Жизнь потерявки чем-то напоминает монастырскую. Есть свой устав, который официально закреплен в местном Минюсте. В документе целых 40 правил. Среди них не воровать, не пить, не курить, не слушать громко рок. Каждый житель заранее подписывает бумагу о том, что он обязуется выполнять правила. Иначе он будет вынужден покинуть деревню. Нет, ну вообще в доме, почему должны быть надписи священного писания? Ну а как? Это напоминание, это Библия говорит, и сделай надписи. На косяках, даже на косяках деревьев, но они-то жили там в шатрах. Косяки, видимо, для дверей все-таки были. Это библейское помиление. И вот идут когда евреи, у них на лбу коробочки. Это тексты священно-торы, там допустим взяты, Танахи, я не знаю, что они там пишут. Но это так. Я хотел вас спросить, у вас рост какой? 196. 196. А вес? 110, наверное. 110. 110. 110. Это я растерялся. 196. Подождите. 109, 96. Да, излишний вес у вас. Я могу сказать, сколько даже. Ну-ка, скажите на гонку. 129, 96. 13 килограмм. 13 килограмм нужно убрать. Это продлит вам жизнь. Есть поговорка, толстая щрева не рождает тонкие мысли. Хотя бы не пузатый, но довольно так это, ну, импозантно смотрится, я сразу почувствовал, какой я маленький. В деревне живет не более 30 человек. Строгий устав отсеивают практически всех. Из полтора тысячи желающих приняли не более 10. А потом опять вот по этой, она счищается. Скажите, а вот как вы бы назвали свои отношения к Игнатию Тихоновичу? То есть он вам кто? Как наставник. Наставник. Да, как учитель, да. Потому что по-другому не так, как это назовешь. Бог так определяет. Потому что я, например, ехал-то, в принципе, не то, что жить там с Игнатием Тихоновичем, а вообще, чтобы быть в общине. А так получилось, что пришлось рядом с ним находиться, вот сейчас, можно считать, 12 лет уже. Скажу, это немало срок, с Игнатием Тихоновичем. А за 12 лет что-то поменялось внутреннего? Конечно, много. Внутреннее. Во-первых, я же много взял, вести дневник, например, вот сейчас вот я в последнее время обленился и стал вести дневник. Утреннее вставание постоянное. Это только за счет того, что я нахожусь рядом с Игнатием Тихоновичем. Любой другой брат, сестра скажет, что такого нету постепенства, постоянства, вернее, в молитве 440 вставать. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и вовеки веков, аминь. На стол, за край стола, не заваливайся. Дальше тестируйте, наложить, не облокачивайся. Я объяснял, почему. Василий Великий говорит, все животные пищу достают, наклоняясь, а человек подносит к себе. С чего началась Ваша встреча с Богом? Вот, как сказать, просто Бога узнать. Я знал, ну, как я думаю, с двух лет, два с половиной года. А как узнать? Тяга к молитве. Ни у кого своих я больше этого не видел. Я куда-то послали, я обязательно помолюсь. Отцу нести обед на поле, я прислушиваюсь, вплоть до того, как растения соки свои несут кверху. Ружье было, с детства с ружьем ни одной утки не убил. Доползу прямо рядом, и дальше рот разину, и смотрю на них куда, что, как. Я любил очень птиц. Орнитология – это моя стихия была. Ну, и Бог есть, есть ад, есть рай. Не попасть в ад – это не надо в пионеры вступать, не надо прессать, в комсомол не надо, ну, воровать, блудить. Мать все это рассказала. Большего ничего не знал. И благодарение Богу, в этом страхе Божьем, я вернулся из армии 23 года, 62-й год. Я уже на Балтике. И меня на этом Господь и поймал, любил старушек. Несла одна, я сошел на берег, ну, свободный день был, корабль на рейде стоял, вот, и в кино сходить. И бабушке в десу сумки спросил, где молятся. И она указала, вот тут люди собираются, но я не знаю, кто я зашел. А в это время я по-латышски разговаривал. Они на латышском языке ведут, это латыши, Латвия. И мужчина один подошел ко мне и говорит, а вы кто будете? Я ему отвечаю. А потом задаю вопрос. Он говорит, а почему непонятно? Он говорит, как, вы же по-латышски отвечаете, знаете. Я говорю, я слова эти не знаю. А он там блаженный, там я их никогда не слыхал, даже по-русски-то. Он говорит, а вот в дверь зайдете, прямо попадете, небольшой приход, как назвать, в баптисты, соединенные с пятидесятниками и с евангельскими христианами. Это три течения, власть слепила тогда вместе в 45-м году. И у них по-русски я зашел. Я и по-русски не понимаю. У них на полотне, как на простыне, блаженство все, вот, что у нас на стене, он есть. Пятая глава Матфея, там, до 11-го стиха. И когда выходил, ко мне подошел один человек, Еремеев Михаил Александрович, и пригласил к себе. Ну и дальше я у них дома был, конечно, на стороже. Они какие-то казали щернявые, низкие ростом, оба, с женой там. А я смотрел фильм, вот, туча над Борском, как жертву баптисты людей приносят-то. Я первым делом посмотрел табуреткой. Я какахну в окно и выскочу все равно. А они мне дали новый завет, в другой комнате, сами сели обедать. Когда я прочитал первые главы, я понял, мой час, я везде по буквам собирал, по словам о Боге, и склонились на колени. Он зашел, Михаил Александрович, спрашивает, ну, как книга? Я говорю, книжка хорошая. Он говорит, не книжка, это Слово Божие. Я эти слова не слыхал, Библию в глаза не видал, ни Евангелия не держал, никак. Вы верите в это? Да, а они 50-ти, и он нажал, а я в это время занимался на 7 языках, самостоятельно. С англичанами беседовал, по-немецки даже. Потом в собрании говорил о проповеди. И он открыл вторую главу Деяния апостолов, где апостолы заговорили на иных языках, на иных. Ты в это веришь? Они меня сразу к 50-ти подтягивают. Я говорю, как, сразу? Ну, я за 4 месяца изучал язык самостоятельно. Я говорю, нет. Значит, не веришь? Он берет, вырываем. Нет, не надо. А другой, другой не верит. Одни корочки остаются. То есть, меня Бог поймал на бабушках и на занятия языками. У Бога вымерено это. Я кого после спрашивал, какие были стихи золотые, которые тебя привлекли. Никто не назвал вторую главу Деяния апостолов. Для меня она была приготовлена. Ну и дальше они говорят, давайте молиться. Можете молиться? Ну, как молиться? Достойно, есть всякого истину. Богородица, Дева, радуйся. А они по-своему. Но они не молятся, ждут, как я. А там, когда в день 50, если движение ветра было, а я кланяюсь, ветер-то от меня, думают, ну, Дух Святой сошел. Они мне говорят. Ну, и когда встал на колени, они говорят, ну, своими словами попросите. Как своими словами? Я не знал. Я никогда просто благодарил, радовался. Молитвы? Я православный. А в корне. Ну, свои-то просьбы есть. Я понял. Надо просить веры. У меня веры-то нет в эту книгу. Я сказал, Господи, у меня нет веры в то, что я считал. Дай мне это. И мне показалось, будто бы, никого, ничего я не слышал, будто бы по углам ударило. Верю, верю, верю. Вот так пошло где-то. И я, когда встал из колен, я как будто шатнулся даже, когда где-то долго идешь с таким рюкзаком с большим, в горах особенно, с ним. Вот когда с меня все свалилось. Я на себя смотрю. Тот, который склонился, и тут, ну, на молитве-то были минут 20-15. Это другой человек. И уже вечером я всему кораблю, караван кораблей узнали, я сошел с ума. Сразу же это. А учусь в это время, я уже в заочном училище, 14 человек конкурс прошел, добиваюсь с 3 года сдать 3 курса за год по выбору комиссии на одном из 3 иностранных языков. И Господь показал, ничего тебе этого не надо. И дальше полоса гонений, все остальное. И вот меня вынесло на волне перестройку. У меня мнение такое, что больше, чем мне, никому не было дано в это золотое время. Что сказать о семье? Родился я в 1939 году, 10 июня, в субботу. Это я знаю. Родился в поселок Карповский, Тюменцевский район, Алтайского края. Потом оттуда наши выехали сюда. Отец Тихон Дмитриевич, фронтовик, вернулся с фронта с одной рукой. Левой рукой под плечо почти, маленькой культи. Дальше. Ребятишек было 10, 5 мальчиков, 5 девочек. Мы привыкли жить в бедности. Мы подчеркиваем всегда. Мы ни разу от родителей не слыхали ропота, недовольства властью. Это времена были другие, боялись. И потом про себя все равно не говорили. А считали, как это, как данность какая-то. Мы должны быть бедные. Но все были здоровы. Ни одного больного ребенка не было. Здесь все по Теряевке окончил 4 класса. Учеба давалась легко. Я любил учиться. Поэтому у меня тогда периодически было с ослаблением слуха. Неделю нету. Там нормально. Потом в армии, в подводный флот. Там 100% должно быть. И вдруг у меня обнаружил шрам на перепонке. Полупьяный, который призывников осматривал. А где вы так попали? Что было? Ну, все нормально. Отслужил. Вернулся. Поступил в мореходное училище. Работал на Балтике. Нашей станцией, как сказать, пристани был Венспилс. И я любил старушек. Они всегда были где-то забитые. Под окнами сидели там, просили. В городе я видел. И вот я учился в строительном техникуме. Это как уже в биографии. Семья такая. Меня отправили, 3 рубля дали. 2.30 я на билеты стратил. А остальные 70 копеек. Я должен был устроиться. Сдать экзамены. И жить. Нет, ни рубля нет. И деревня где-то. Сразу я стал искать в городе, где кому помочь. Что-то сделать. Бегу на вокзал. Кому-то чемоданы поднести. Вот так вот. И это я всегда считал. Это нормально. Данность такая. Мой отец бедный. Я бедный. Это приучило меня жить напряженной жизнью. Рот не раздевать. Чтобы было так вородин. Залез ко мне в карман. Я его схватил. А пошел в будильник покупать. Я ему сказал, кто едут. Он от меня проще. Вот семья. Вот говорят, о кем вы хотели быть. Это другой вопрос, если зададите. Когда-то было в 67-м, наверное, году. 11 сентября. У меня было венчание Шадрина Надежды Васильевны. С утра до ночи слушаю. Сейчас в Салтыре все в Библию. Я приехал в Новосибирск. Старобрящийская церковь Белокринецкой иерархии. На улице Овражная были они. И там было три девушки. Три всего только. Я парень неженатый. Первый парень на деревне. А в деревне дом один. И никакого внимания. Но когда я узнал, что приходит время мне жениться, потому что стали разговоры вести, а я их могу прекратить только бракососочетанием, и тогда уже жена отвечает за все мои передвижения. И в это время я не просто кинулся, а я пришел к братьям, уважаемым мною, которые старше меня намного, и стал советоваться. Как вы посоветуете? И они сказали, вот девушки, ты обрати внимание на эту. А она старше меня на два года. Она учительница. Вы посмотрите внимательно, как она ревностно молится, как она спешит на помощь ко всем, к детям, к родителям. И я прислушался, и присмотрелся, и понял, с ней сравнивать их даже близко нельзя. А тут случилось такое, что она сразу буквально по всем параметрам прошла, в моем воображении. В школе стала детям говорить о Боге. Узнали, решили право учительства работать с детьми в детском садике, то есть по шее ее оттуда. А для меня это, ну что, ошибки никакой нет. Она ревностная, она не бросит, она не отступит, и она будет помощницей настоящей. Вот и все. А дальше все понятно. В ЗАГСе я не зарегистрировался. Помещали нас 11 сентября. Как я говорю, 11 сентября были низвернуты торговые центры. 11 сентября Пиночет был убит, и я венчался. То есть печальная пятница, 11 сентября. Но это разговор. Дальше, когда дело стало близко к тому, что меня арестуют, а я узнал, кто может посещать, я сказал, давай-ка мы зарегистрируемся, иначе тебя ко мне не пустят, не пропустят. Ну и зашли, в первую очередь, узнали, что мы живем, там месяц назначили или нет. Ну и вот так, благословение Господне. Сказать, вот проходит время, а ты раскаиваешься или нет? Не в чем раскаиваться. Она показала себя, ради чего она у меня здесь была. Это редко какая жена может... Вот кто сидели, братья там у баптистов. Я ни у кого не слышал, чтобы они столько сделали, сколько она. Она неутомима, везде была, свидетельствовала, и в самолетах, и до генеральной прокуратуры, и везде. Вот выбор мой был по совету, который я не пренебрег. Притом советы эти были обоснованные, сошлось с тем, что я это имею. Это в 62-м году было, в 66-м. А я обратился в 62-м, уже я 4 года, я крепший был христианин по Евангелию. Ну, она от меня услышала там Евангелие, все, то есть сошлось. То есть она чего желала, то получила с моей стороны, что я думал, надо бы иметь, я получил с ее стороны. И считаю, это то, что Бог дал. Тем более, вот я, где обратился, Михаила Анна Еремеева, вот если, ну, приезжали, допустим, за год 100 людей к ним в общину там, 50-ническую, как или баптистскую, человек 90 были у них. И они молились Богу. И я подумал, мне бы такую жизнь Бог дал, и, видимо, помолился хорошо. И у меня сошлось все один к одному. Все. Какая у него семья была, как у меня, и как жена у него помощница, у меня все. Я Богу благодарен. А какие, а то она не покорила, и старообрядки, они вообще упрямые. Это я для того дан, чтобы довести ее. И она это понимает. Если не я, то я никогда бы не дойти. На своем там наставить, а то у них сплошь и рядом такое. А здесь нет. Я сказал, даже Максим Степаненко, тот по этим вопросам, док, он везде все пишет, с женщинами, и он обо мне сказал, это мужик с большой буквы. Я сказал, дальше уже не надо повторять, она будет выполнять, или в другой стороне будет стоять. Вот так. И мне ни разу не пришлось ее будить. Ни разу. Она встает вовремя. А для женщины встать, это даже самый говорили, что у нас есть, не может жену разбудить. Я в утром иду, а воню уже горит. И вы сами видите, она уже стоит. Может, не может, как-то выкарапается с костылем из дома и будет молиться. Она где-то еще пока, но когда меня рядом нету, она в полную мощь развивается. Ей быть в полную мощь мешаю и я, согласно Слову Божию. Считаем, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 2 Тимофея 2.12. Я ей каждый день говорю, она это еще не постигла до конца. Все еще в стадии учащейся. А когда меня посадили, она уже работала, уборщица, технически называют, у нее ведро отобрали и выпнули на улицу. И теперь она везде была, свидетельствовала в организациях. Это то, о чем я только мог думать и Господь мне дал. Поэтому считаю, я получил, что хотел. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в заключение? Почему? Ну, почему? Не молчал. Как следователь говорит, моя мама верила, никто ее не арестовал. Вам чего не хватает-то? Дело в том, что я никогда не рассчитывал. А что за это будет? Я знал, надо. Надо, значит, надо. Хотя бы грозила там большая опасность, вплоть до смерти. И люди это понимали и говорили, вы все ищете смерти, когда в Чечню поехали. Там головы режут. А молодых-то зачем с собой берете? И вот здесь я издал первой стороне, насчитал архипелагулах Александра Исаевича Солженицына. И распространил. И дальше я работал на темой масонства, что сейчас идет коронавирус и все это. С чем закончится этот мир? Я 14 лет отдал этой теме. Всю литературу, все, что известно было до революции, что написано в Советском Союзе, в зарубежную, ну и современность. И все это опорно музыкально. М1, М5 называлось о масонстве. Ну и 136 часов звучания прямо со студии Яна Николаевича Пести, Павла Иосифовича Рогозина, кто же это, существующая загробная жизнь, совокупность совершенства. Эти книги я насчитал. Потому что на машинке печатать это трудно, да и экземпляр. А это проще. Создал том студию. При заработке сторожем 72 рубля я купил магнитопон. Бог дал мне одного очень умного человека по технике. Речкунов Леонид Ильич. Как Брежнев его звать. И вот он мне это сделал. А я делал пещи в это время. Выработка всегда была 280-300 процентов. Две пещи за день. Деньги были по тем временам большие. И 72-1-320 маяк-205. Я 12 макнитопонов покупаю. 50 головок, чтобы менять, чтобы чисто было. И дальше от одного нажатия все включаются. На скорости 19,3. А прослушают на 4,7. На одной дорожке. То есть ой-ой. Один экземпляр. Я насчитал к этому времени Библию. Библию. 12 томов Златоуса. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добротолюбия. 4 книги Григория Диченко. Всего 50 томов. И теперь у меня готовый материал. Раскручиваю только. Ну и люди стали помогать, доставать пленки. Из разных республик привозили. Я все оплачивал. И в это время я распространяю архипелаг ГУЛАГ стихотворение о Ленине. Там один куплет такой. Стоит свой рот ощерев. По мету птиц подставив голый череп. Вождь атеистов сонмище иуд. Письма все перехватили. Перед иллюстрацией работал. Будь здоров. Ну и дальше все. Остальной обыск нашли. Вот судят, когда обычно привезут сразу. Ну маленький приговор. Меня специально везут в отдельном стакане. Стаканчик такая маленькая в зэке. Ну машина когда везут где-то. Не со всеми. Теперь, когда там их в одну сунуть за решетку для меня отдельно и все время напротив меня стоит военный смотрит. В зал суда меня заводили когда 12 краснопогонников. Пустили молву, что я имею радиостанцию там 68 школе в подвале. Связана с японской разведкой. Почему с японской понять не могу. Ну и все остальное отсюда уже шло. Нашли пять экземпляров у меня было архипелагулах. Игнатий Тихонович, это же для распространения, статья для распространения. Еще могу сказать. Один экземпляр да, я мог слушать. Ну а дальше мученики 20 века. Я жития святых насчитывал в 19 столетии. А 20 век прям сам просится. А это кого расстреляли. Ну то начиная патриарха Тихона, гонения. Это все мне поставят в вину. Но в это время Господь делает так. Я должен сказать. Однажды я встал, я редко сны рассказываю, а Надежде говорю. Я видел сон такой интересный. Два мужчины к нам приходят. И один из них уйдет, а другой останется здесь. Но мы стоим под большим навесом в скале. То есть очень опасно. Я говорю, она в это время в дверь стучат. И два мужчины вот такие, как вы молодцы, заходят. Один из них это Яковлев Геннадий Михайлович. В дальнейшем ярмонах Григорий, которого там называющийся себя Кришнаитом, убил, отрезал голову, обошел вокруг престола и голову на престол. И я искал голос, я воображал, как надо считать. У меня воображение очень развитое. Я в театр обращался, на Сибирскую область. Он заговорил, я понял, голос тот, как и у Левитана. Искали его, каким путем его нашли. У него не такой голос, но именно он историк, двоюродный племянник главного идеолога СССР Суслова Михаила Андреевича. Ну и ясно дело, загремел я, взяли меня, продержали сколько-то, выпустили. Папа, наша Олимпиада в Москве кончилась, на Олимпиаду прятали. А уже в 86-м дело закончилось судом, приговором и лагерем. Меня было за что брать. Мама сидела где в передачке, и женщины все друг другу рассказывают, ни за что взяли, ни за что. А мама говорит, бабоньки, как вам тяжело, ваши сыновения за что, а моё-то за что. Так он что, сознался? Не сознался, он делал открытое, ты его благословила на это. Ну вот и весь сказ. Я пошёл добровольно на это. Потому что в тюрьме люди, к офицерам не проникнешь, а мне открылась дверь. Я веду занятия с офицерским составом теперь. свидетельствую в отделах милиции. В лагере, как говорят сегодня, не сотни, может, больше людей обратились, стали на истинный путь. Я нужен был там. Ну и бог смирял, начальство появилось симпатизирующее. За меня ходатайствовали в ООН, другие страны. Но письма не отдавали, прочитаю, всё, все, и вот замполиты были. Ну вот как меня взяли и выпустили. А потом уже издал я эти книги, 38 томов в бумажном варианте и 7 томов в электронной версии. Из них 4 тома моих стихов, каждый том 800 страниц. В каждом томе 36 строчек и эпиграфы из Библии. Вот так. Игнатий Тихонович, почему сегодня семьи распадаются так массово? Причин несколько. Сегодня 84, кажется, 0,6% за 4 года после не венчания, а бракососочетания безбожники распадаются. Причина одна. Нет страха Божия. Вот у меня материал книги о семье там говорится. Мужчина-голова, женщина-тело. Она придумала, ну куда шея повернуть, таз к телу, туда и голова. Голова не может, шея повернуться, пока голова не скажет. Она даже этого глупого не знает. И поэтому ни во что она поставлена, женщина. Американские женщины собрались вместе, там какой-то союз американок, и написали мусульманским женщинам, тоже в организацию, какие вы счастливые, как вы одеты, нас раздели, мужчины. Без платка я не могу нигде, без платка должна быть, с платком нигде нет, вы так целомудренны и прочее. Они завидуют этому. Моя жена всегда в платке, и поэтому распад идет. Муж, не власть, не власть всегда на стороне женщины. Ребенка, как правило, разводятся, ей отдают, а это неправильно. Неверно в корне. Ну, у меня был один в лагере, отец получил ребенка, и он заботится, и она все равно живет другим, а все равно пытается делать. Вот у мусульманов, да, его сразу задают отцу, и вопросов нет. А это, Арбайкайте, Угощевская дочка-то вышла, она с каким-то там была, с чеченцем-то. Вот интересно как. А развелися, он ей сына-то не отдает, а она до Путина дошла, через Аллу Борисовну, а та обратилась туда, ну, а там подключился Рамзан Кадыров, это наш национальный обычай, мы ее не запрещаем встречаться, и она отстала. Все, выше некуда идти. А если бы она верила в Бога, зачем бы она пошла за него, зная порядки. Мусульманка никогда не уйдет, она этого не знает, у нее ревности вообще нет, их четыре, какой ревновать. И это, она хорошо, у меня дети есть, а которая пожилая, она с ними водится, а я свободно учусь, преподаю. Она как нянька-то старая, которой муж уже, ну, с ней тоже, он кормит и поет ее. Поэтому надо знать место свое. Женщина, вышибная из колеи, она делает аборты, 120 миллионов только за перестройку, разводы. Разводы только зарегистрированы, а сколько внебрачных связей, совокупления, рождения, зарегистрированных абортов, это море. И что лучше? Лучше к Богу прийти, стать под его иго. Иго моё благо, бремя моё лёгко. Матфея 11, 28. Вот в этом. Придите ко мне, Господь говорит, ко мне, не к законам. Я знаю, что Надежда Константиновна Крупская, жена самого лютого палача мира, она говорила, 17% разводов, это национальная катастрофа. Я считал об этом. А сегодня у нас 86. Говорить не о чем. Семьи, как правило, только у верующих. Да, она крепкая семья. Я бы её, если я занял послушание, будучи не верой, я бы её давно вышел за забор. А никак. Я сажусь за стол, она начинает, как говорится, что-то право качать. Что-то не так там ей. Бухтеть, как говорит, начинает. У меня лесовочка, я сразу булгал там, щётки и молиться. Я ей не отвечаю. Молюсь, смотрю, она рядом стоит, молится. Я помолился за стол, она видит, мой рот занятый, я там проплылся на работу, время мало уже, и она опять начинает, что-то ей надо. Я снова за лесовочку и в угол. Лежу опять, молится рядом. Теперь третий раз за стол садись, а мне уже времени нет. Она переживает, не накормлена ушла, она на работу может прийти, там что угодно. Почему? Я не делал, я не бил, я поставил её на место. Довущество в безмолвии, в безмолвии. Мне твои мудрости не нужны. Я отвечаю за... Жене глава муж, мужу глава Христос, я тебе не подотчётен. Христу глава Бог, Отец. И поэтому... Почему подкаблучники одно из худших зол? Потому что мужчина сильнее женщины физически. А он слушает, что она говорит. И поэтому к этой мерзости, которую она измыслила, он добавляет мужскую силу. И он ещё хуже. Потому что она где-то, как говорят, что-то сказала, дальше выполнить не может. А мужик тот... А выполнять-то я знаю, с чего желание-то. Она ему сказала, а ту, и он туда кидается и кричит. Это моё изречение. Это хуже смерти. Хуже. Его подхватили в интернете. Я тут лёг спать, и меня Володя растолкал, и спросил. Я назвал их. Первый подкаблучник – это Адам. Ну, он бы её в лоб-то закатил, да закос её. А дерево она пошла, не ела-то. Ну, и Бог просил бы его, сказал, Господи, я погорячился, она, я за тебя заступился. Твоё творение куда лезет? Да по ребрам её. У меня из-за тебя одного ребра не хватает, а ты тварь. Как говорят у человека, мозги есть во всех костях. Кроме одного. В ребрах нет мозга. И поэтому она такая растёт. В среднем женщина 25% неразвитие глупее мужчины. В среднем. Это опыты прошли в Великобритании. Ну, и поэтому вот отсюда все эти выводы. Я верующий. Мне не надо искать ответа нигде, кроме Библии. Ко мне обращаются семейные. У нас в семье непорядок, кто другой. Я узнаю, не велищий, не велищий. Она тебе не жена, прелюбодейка. Ты разведись с ней или повещайся. Что ты как кобель бесхвостый за каждой юбкой гонишься? Блудники Царствия Божия не наследуют. Тем более прелюбодея. Прелюбодея – это жена, женаты изменяют. Ну, вопрос этот решенный. Как стать достойным мужчиной? Какие советы дадите? Один. Будь мужчиной, христианином, через дефис. Настоящий мужчина – это крепко верующий. А для верующего крепко нужны два условия. Родиться свыше, ну и получить крещение не в водах, а крещение Духом Святым только. И быть Вадимом, Духом Божиим. Вот это мужчина настоящий. А вы таких мужчин знаете? Ну, я могу назвать. Это пророки, настоящие мужчины. И Исаия, Иеремия. Иеремия – мой самый любимый пророк. И святых отцов. И, как правило, эти герои неженатые. Неженатые. Ян Златоуст. Я просто называю, которые все положили на алтарь Христа. И советую им 12.2 послание к евреям. «Взирайте на начальника совершителя веры, который вместо придержавшего ему радости перетерпел крест. Восстел Одесной престол и величие». Да, кратко. Смотри на крест. Прежде чем жениться, начинают священники высчитывать. «Нехорошо человеку быть одному. Плодитесь и размножайтесь». Я говорю, ты хоть маленько-то, поп, соображай, что ты городишь-то? Ну, это написано в Библии. Кому написано? «Человек в раю, больше негде повернуть. Одни звери. Сегодня на земле переохлаждение любви. Далее, перенаселение. Где-то 27 тысяч умирает от голода и недоедания. Каждый день. Не через день. Какое наполнение-то? Нехорошо». А Павел говорит, «Остался без жены, не ищи жены. Хорошо ему оставаться, как я». Там написано, «Хорошо жену иметь, а здесь хорошо не иметь». Ну, это-то, прочитайте хоть раз. «Теперь хорошо не жениться». А почему? «Женатый заботится о мирском». Для рая мирское не пройдёт. А неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый, говорит, заботится, как угодить жене. Ты никогда не угодишь. Незамужняя заботится о мирском, как угодить мужу, в скобочках. И никогда ему не угодишь. То не досолила, то не вовремя пришла. А что, они же не замужние, а заботятся о Господнем. Как угодить Господу? Библия в руках, Дух Святой в сердце. Вот отсюда всё. Солженицу, когда присваили Нобелевскую премию, он говорит, «Люди забыли Бога, и отсюда всё, на все вопросы». Что вы думаете насчёт идей равноправия и феминизма? С кем? В обществе. Мужчина и женщина? Да. Безумная сатанинская идея. А доказывать как? Доказывать не надо. Апостол Павел говорит, не муж создан для жены, но жена для мужа. Всё. А у жены звание генерала, а он сержант. Она обязана утром счастьем отдать, как в Японии. Обязана. Дети теперь кланяются родителям. Если сестре 18 лет, а сакер растёт ему 2 года, и она обязана ему поклониться. Это мужчина. Вот это, я понимаю, культ. В первую очередь, Бог сотворил так. Иисус с бородой, все пророки с бородами, все апостолы, святые отцы, сомма. Бог сотворил. Это образ мужчины. Это его власть, как говорят на женщины. Это его энергия. Это уже люди исследуют, что интересно, американцы провели исследование в спецназе. Люди с бородой, которые, там процентов, может быть, на 30, больше возвращаются живыми. Меньше у них заедает оружие и всё остальное. Я не знал этого, когда прочитал, думаю, доказательства. Тем более, бритьё бород, вот так, чтобы окончательно, это всё выдумка безбожьиков. Я показана Фридриха Энгельса по порядку, Карл Марс, Борода Ленин, Сталин и Грунсел, Хрючёв на голове ещё нет. И друг за другом идут. Так что, это важно. У нас недавно одного брата нашего, принимал крещение здесь, Вячеслав Сергеевич Семёнов. И начальник там, он работает в аэропорту, там посадить людей, там конфликты разные устранять и прочее. Борода подровняет её, оккультует. Он говорит, я христианин, не имею права трогать. Ну, и он на него насел, значит, увоняйся, подавай. Ну, и дальше разгорелось, тут юристы вмешались. И кончилось с тем, что его на работе оставили, а того уволили начальника. И всё. А который начальник ему помогал, того повышение пошло. И он стал говорить, я работаю в Казани. Там католин этих, мусульман много, и бывает разный конфликт. Они меня принимают за своего, я легко развожу эти конфликты-то. Они мне доверяют. Ну, и человек с бородой, когда он, к нему отношение другое. Это мужчина. Всё. У Давида, когда слугам обрили бороды, он их не запустил, а сказал, идите, живите в Ерехоне, а в Иерусалиме вам ногой не ступать, пока бороды не отрастут. Полбороды обрили. А они были очень обесчечены. А у Якова дочка, выше там, на трансплощадку где-то посмотреть, её изнасиловали. Она была обесчечена. Здесь очень обесчечена. И поэтому бритый, это сам себя опустивший, изнасиловавший. Вот даже хуже этого, очень, слово очень, в Библии ни одного лишнего слова нет, ни одной буквы. Очень обесчечены. Идите, живите в городе проклятие. Бритых надо сегодня в проклятый город отоставить, где люди, найти такой город, где проклятое. И там пусть соломи и гамори живут, пока бороды не отрастут. В интернете появляются мужские движения, которые выискивают участниц блудных фильмов и снимают их анонимность. Рассказывают о их деятельности коллегам, мужьям, которые об этом не знали. Хорошее ли это дело? Многие из этих женщин делали это очень давно и пытаются избавиться от прошлого. Вот видите, хорошо, что сказали давно. Избавиться желают. Люди напоминают. Если они имели это на исповеди, священнику, напоминать не надо. Грех прощенный. И так сказать открыто. Да, я была такая. Я была Мария Магдалина. А теперь вот я помощница Христа. Она сказать не может. Она осталась. Давно это было. Сейчас она облудится. Но слезами омыла ноги Христа и волосами отерла. И он меня избавил. И говорит, иди, преди и греши. Я больше не грешу. Вот от другого ответа нет. То есть это дело хорошее? Хорошее. Ну, в том смысле, что если они покаялись, и они должны отреагировать на эти слова, как на хорошее. Ну, многие не покаялись, но их все равно... Ну, сказать, я расскажу, что в фильмах если можно было, где-то убрали бы это. Да, убрали бы. Я даже заплатила, может, за это. Ну, видите, люди не слушают. Но надо же сказать это. Я осуждаю самую себя. Я людей призывал к нарушению не только на рабственности, а оскорблению Духа Божия. Вот тогда это на месте. Что делать, когда есть родственники, которые ругают тебя за твои убеждения в вере, в православие? Ну, это должно быть так. У нас написано в Евангелии от Матфея, пятая глава, все блаженства. И только за одно блаженство дается великая награда. Когда будут гнать, поносить и домашние ваши, враги ваши. Враги. Это тоже Христа. И родные братья не веровали в него, как написано. Родные евреи его подбили под месилиство, под распятие. И он молился, прости, не знают, что делают. Вот пример. Поэтому о них надо молиться. То есть силу, чтобы Бог дал, не возненавидеть их. А они мешают. Вот я убедился. Когда мешают очень сильные люди, искушения, и это правильно говорят святыецы, значит, дело твое очень угодно Богу. Это подтверждение. Они же не гонят тех, которые не делают то, что я делаю. И отсюда вывод надо делать, что Бог мне предлагает занять иной уже пост, более высокий. Там я прошел все. Там семинария была, мне первый раз арестовали, теперь академия. Второе. А один охранник так и сказал, отец, тебе академия здесь будет. И этому опыту, гонению, клеветы, которые были на меня в печати. А потом, кто это написал, для слова Божия, Летус, и он принес покаяние перед Надеждой, передо мною. И уже другую статью по таким заголовкам писал Златоуст, который строитель и без кавычек. Там есть это, Титов, Виктор Иосифович. Так что все на пользу нам. Все, что Бог допускает. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. 5 глава, 17 стих, 1 посадь в Коринфингу. Возможно ли спасение, если ты в неведении о христианстве? Ну, например, некоторые, может быть, африканцы? Можно, но только если не слышали. Об этом говорит апостол Павел в опасании к Риму. В совести их то оправдывает, то судит. И они, не имея закона, сами в себе закон. Они не слышали ниоткуда. Но вот мне говорят, если бы вы родились в мусульманской стране, вы бы уверовали. Ну, я сейчас знаю, как я был там, где о Христе ничего не слышали. Евангелия не было. Меня вынесли сюда. Из нашей деревни, из района никого больше нет. Почему? Я искал. Всякие брошюрки покупал, где вообоге против говорится. А так как печатается это с той стороны, а я вырезаю здесь, порчу, то я тогда два экземпляра покупал, отдельно среплял, и у меня получалось. Я не знал, что такое цифры, там главы стихи. И меня Бог нашел. Мне не надо было уговаривать ничего. Я только стал считать и понял, это не просто буквы, это слово с неба живое зазвучало. Я Господи, вот я, возьми меня. И у меня началась новая жизнь. Почему евреи богоизбранный народ? В чем это проявляется? Сохраняется ли это по сей день? Да, сохраняется до конца века. Если они были неверны, Господь говорит, то я верен. Бытие 12 глава, 3 стих. Вот мне иногда люди в обвинение ставят, а ты мусульман хвалишь, а другие, а вот ты евреев хвалишь. Я не просто нации хвалю, я говорю, как с ними работать. И Бог избрал Авраама. Евер первый был, говорят, он положил начало евреям говорить, Авраам первое избрание. Ему повелено было обрезать детей из Малила, из Саака, и кто не будет обрезан, будет уничтожен. Значит, выбор делает Бог. И поэтому, а почему, как нам не надо, почему? Мы должны согласиться с этим. Ну, поставят кого-то на другой директор, я же ему, да почему, с чем он лучше других? Я просто обязан подчиняться. Войны взяли, а почему он командир, а не вот этот? Ну, это праздные слова. Я это принял. А раз принял, я считаю дальше, кто будет благословлять их, будет благословен. А то у тебя будет по-другому, все хорошо, с направлением в небо. И я благословляю этот народ, где бы я ни был. Я говорю, хотите быть благословенными? Два благословения. А между ними сто два. К примеру, какое первое? Никогда не поноси богоизбранный еврейский народ. Говори им о Христе. Не позволяй говорить неправду. Хоть сто здесь, Генрихов и Гиммлер, будет стоять, решение окончательного еврейского вопроса. Ты где-то как-то скажи. Еврейских детей были, которые спасали, они вошли в историю, люди эти. Которые к ним относились с защитой, как мы об этом Соловьеве Владимире Сергеевича читаем, русский паоте-идеорист. Ему дерево особое растет, Соловьеву. Они умеют быть очень благодарными. И я благословляю народ, поэтому у меня все получается. Как в первом Соловьеве, все, что не начнет, успеет. И последнее, плати десятину Малахии. А вторая, третья глава. Поэтому, почему отпадает вопрос? Богу вопросы эти не задаются. В Библии нет. Почему неполное погружение при крещении вы считаете недействительным? Я не считаю. А считает это Святая Православная Церковь. Правило апостольское 50-е. И слово погружение, слово крещение везде в оригинале стоит погружение. В детском таупен, баптизм. Погружение. А тут погружения никакого нет. Для крещения нужно три условия. Первое. Человек должен уверовать, что он погибший грешник. И спасение только во Христе. Он кровь свою умыл. Принять его спасителем. Лично уверовать. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Злато он говорит усвой эту жертву. Притяни ее к себе. Второе. Крещение должно быть полное. Когда Петра спросили что нам делать чтобы спастись и Деяние 2.38 он отмечает об этом 22.2.16 Исих Деяние говорит Стань крестись и омой грехи твои. И здесь покайтесь и докреститесь с каждым из вас своими Иисусом Христа и получите арт Святого Духа. Надо уберить второе. Полное троекратное погружение церковь установила и это должно быть бесплатно. Иначе симония. Вот эти три условия все нарушаются. И поэтому крещения не было. Об этом говорит 6-й Вселенский Собор 84 правило. Это не мои слова. 6-й Вселенский Собор 84 правило. Если ты не уверен что был погружен и свидетелей нет хотя бы двоих немало не сомневаясь найди где погружают. Мы долго искали в Алтайском крае ездили тут приезжали в Алтайском крае теперь там нашелся священник, который служит патриархии и который таких крестить добавляя ащи и крещен. Все. Если бы во времена земной жизни Христа был интернет, он бы его использовал для проповеди? Несомненно. Он сказал так Евангелие от Марка 16 глава 15-16 стих Идите по всему миру и пропадайте Евангелие всей тварьей. Кто будет веровать и креститься спасен будет. Кто не будет верить осужден будет. Миллиарды дизлайков ему там в миллиарды ста тысячелетий. И что делать? Веровать. И говорит поднимись с крыши возвести возвысь голос твой а голос через новую технику распространяется. Вот у меня на одном только канале 21500 роликов 55 миллионов с лишним просмотров Это половина Российской Федерации если по одному взять. Где бы я достиг этого? Никогда. Притом я ежедневно в интернете нахожусь 14-16 часов каждый день вместе с выходными. Только за время издания книг 9 лет у меня получилось поселел за компьютером больше 30 тысяч часов. Я все записываю. А теперь где-то приближается видимо к 100 тысячам. И благодаря оборковке я трубилка видели ну каротин у меня глаза еще видят. Поэтому интернет изобрел Тим Бернерс Ли и мы за него каждый день молимся Тимофей. И второй Тим это составивший библейский поисковик Тимофей Ха вьетнамец он в МГУ учился. И Мартин Купер изобретший мобильный телефон мы за него молимся каждый день молимся о них. И о Билли Гэйсе чтобы Бог смирил его и показал могущественную десницу сатанистам которая посягает на творение Божие там уничтожить но им это не удастся 7 миллиардов а силы 2,5 уничтожить не больше. если завтра например ну условно будет второе пришествие будет ли РПЦ похожа на фарисеев и книжников? оно всегда похоже. Мы православные фарисеи а сектанты саддуки у нас все правила направила и правила не церковные на спасение не влияющее вот это что в церкви идет торговлю ну можно же убрать ее вот у нас если зайдете показывал у нас нет с таренкой не ходит десятина все покрывает вот определенно Христос придет не надо ждать его я говорил они не понимают у меня была веревка по которой лазит спортивная толстая прям чуть не в руку я нарезал куски вот такие всем торгашам завернул и подарил вертепный понедельник страстная седмица понедельник Христос изгнал но они конечно с этими веревками всех настоятелем он Игнатий это вы сделали да ой ой ничего не сказал был один киоск когда я стал вообще воевать теперь три все у меня есть там тема к истинному православию храм и торговля несовместимы я нашел правила апостольские соборные и в церковной грани не торговать все у нас нет торговли это можно сделать почему вас часто сравнивают именно с баптистами меня баптист означает креститель Джон Баптист и баптист у нас один только батюшка он крестит а почему они любят Библию это мы должны признать они проповедуют они смелые и в этом случае они говорят а что ты с Библией носишься как Баптист прямо указая на Библию а при том кто Библию считает до конца тот с ума сойдет это уже наша наработка русская бей жидов спасай Россию а у Бога не отходит книга себя от уст твоей а все это бей кого-то это все от сатаны никого не бить а принести живое слово Евангелие книга Божия дана вот она дана тебе считают 1 Тимофея 4.16 вникая в себя и в учения занимайся всем постоянно и вот так поступай спасешь себя и слушающих тебя а Киану 5.39 он говорит исследуйте писание ибо через них вы думаете через них 10.17 криминум он говорит так вера от слышания от слышания от слова Божия а мы тысячи лет в России не давали слова Божия и у веры не было когда я начал это публиковать мне казалось люди узнают они в щепки разнесут все это что настроили не тут то было людям нравится пришел свечку поставил она даже не из воска какого-то света зеленого а Богу нечистую это нечистому они ошиблись адресом и далее вот такой агарок уже тушат переплавлять будут а написано все сожжение то есть ложь и обман сребролюбие сребролюбие сарствие Божие не войдет кого вы можете назвать своим духовным учителем сейчас если бы раньше было определенные щетки апостол Павел апостол Павел это мой любимец Иоанн Златоуз которого я насчитал впервые за всю мировую историю насчитал и массово распространил 12 томов на пленках это 64 катушки каждые 8 часов 20 минут при скорости 4,7 сантиметра я определенно могу сказать 400 400 часов это 12 томов Дмитрия Ростовского жития а сказать на земле которые сейчас ну по знаниям которых я знаю тут меня не надо сравнивать ни с кем я знаю меньше вот отец Геннадий Пуас доктор богословия у меня нет ни гуманитарного ни религиозного образования у меня нет я все самоуком достигал все что у меня есть сам я технарь строительный техникум и на земле что вот 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 мне пример этого у меня нет я везде вижу неполноту хороший брат у меня священник но он любит ходить по уголькам как я говорю ждать а может быть обойдется а я сразу вмешиваюсь мне нравится выражение Бонапарта Наполеона главное ввязаться в драку а там видно будет вот почему а это сходится с Икеилем 3.18 если ты видел брата Сагрешающа а промолчал он погибнет но его кровь я взыщу с твоей головы но если ты ему говорил он погибнет его кровь на его голове а ты спас свою душу для меня это как эпидор в моей жизни самое большое зло христианскому христианскому миру чем мусальмане коммунисты и фашисты вместе взяты почему так это мое изречение потому что не было проповеди вера от слышания даже и дети по всему миру они за стены мандру спрятаются а там архимандрит мандру будет охранять где-то за 6 столетий в 632 году только Мухаммад умер за 6 столетий не послали ни одного Кирилла аналоги собирались с этих туалегов вот почему 2 миллиарда мусульман могли быть православными это очень отзывчиво как Андрей Кураев сказал талантливо религиозно выражение то какое вот почему потому монашество устроено было на 10 дней Христом сидите и ждите обетованного Духа Божия православные просидели за 10 лет все еще не получили его иначе они бы вышли теперь построим три кущи тебе одну и все попытки построить монастырь были в день преображения Христос отверг его монашество это антихристианская выдумка когда оберщенная толпа хлынула в церковь после Константина после 313 года вот что поэтому я и говорю фашисты не могли людей отвратить от Бога а это под именем Бога все это обеты дать оттуда выйти нельзя что не жениться это не в этом делать проповеди нету разговаривать нельзя там нельзя дорога нельзя в храме нигде вообще нигде у меня брат ездил туда люди приехали с афоном где разговоры не допускаются никакие а вот я с архиереем нашим был ну у него позвонил я в метрополию пришел ролик называется миндальная повесть скажется так ну я говорю сейчас и 5 минут потом говорю владыка ну вы там что-то скажите он говорит золотые слова говорите говорите и не умолкайте вот и весь ответ поэтому для меня так дорог и считаю что Божья милость что у нас такой архиепископ митрополит а можете ли вы как-то назвать положительные какие-то вклады в монашество например добротолюбие в какую-то там как сейчас принято говорить психологию веру аскетика ума ну что-то в таком духе можно можно очень хорошие найти у буддистов у мусульман очень хорошего много а у монахов а у монахов тоже есть хорошее где там проверяли их они отберегаются от всего они женаты ну готовые миссионеры никого не выпускают оттуда мне нравится у католиков каждый священник он должен кажется в год две недели посидеть в отдельной келье и молиться задуматься а потом идти в мир проповедовать евангелие что интересно когда златоуста арестовали и везли его уже в ссылку ну там где ему назначено было быть то дорога встречались видимо монастыри монашеские и он отсылал как я понял на проповедь и никуда там в галакти чтобы снабдили всем необходимым вот и все нам нужно какая-то стряск вот когда священники на меня что-то дуют я думаю выбор взяли по-другому если бы на нас надели с тобой ватные брюки и отправили на лесоповал в гулаг вы бы там тихо себя вели а я бы вам говорил и вы бы тогда не надеялись что меня там какой-то Георгиев Максим или что-то или Александр Леонидович Дворкин где-то там подковырку сделает нет или там Новопашин говорит Новосибирска в общем-то люди-то хорошие но надо заниматься проповедью а не подсматривая друг за другом задвинули Головина теперь и сына его Анастасия тот вообще нигде не появлялся ну сняли сан и потом это снимают сан один за другим да как же так тому Каскуну Максиму запретили год выходить там в эфир а он говорит никак не согласен но когда я разбираю до конца в этот вопрос я вижу где правы архиереи и тех кого отнущали они пошли не тем путем они не ценили свое звание священника можно было выправить вот мой за русский язык нам архиерей сказал три года чтобы не поминали и мы на три года замерли намертво на 23 марта три года кончился мы сразу начали читать по-русски Библию в храме а теперь приезжает митрополит все считают мы выдержали это мне сказали за статью о слове о войне архиерей наш грозился я Игнатия отнущаю батюшку запрещаем служение я сразу сказал я сразу же выхожу в коридор и там буду но в университете где я буду занять он туда не властен по радио я буду занять он не властен здесь я подчинюсь ему и он еще не сделал Господь увидел эта мера на меня не действует как вы относитесь к критике Максима Степаненко в частности его словам Игнатий Тихонович в высшей степени тщеславный человек ну слово тщеславный что он имеет в виду ну он имел в виду что он имеет в виду я знаю заповедь такая люби ближнего как самого себя ты не можешь любить ближнего если не любишь ориентир на себя как самого себя ты должен детей научить так как ты научен то есть ориентиром служишь ты дети должны даже работать как я работаю поэтому я указываю на это и говорю я показываю веру мою и сделал мою город на вершине горы тщеславный пусть покажет в чем вы не страдали не были не теряли ничего мне только сколько я там не знаю сейчас 16 тысяч пришлось заблокировать которые поносит примерно 250 роликов против меня мне некогда тщеславиться меня переворачивает прожаривает со всех сторон господь знает мои силы и 10-13 первая карида сверхсилы не даст я в это верю я благодарю бога славлю его а у них этого нет они сказали пакость а теперь между собой грызутся потому что сатана не оставляет эти сосуды пустыми а у меня многое люди вот вы никогда тут не были мы вас встретили вам сегодня уезжать я уже прошусь машину чтобы вас дать дороги проведеть помахать рукой вам и чтобы все выслали все скачали что сказали вам очень благодарны некоторые критики критикуют вас что вы попрекаете монахов что те бегут от мира но вместо того чтобы проповедовать а потеряевка не является ли таким своего рода монастырем не являются у монахов нет передвижения нет власти владеть деньгами у нас это все каждый свое хозяйство никто не знает сколько даже пенсии получает кроме того едут каждый куда хочет никому ну батюшке благословиться о безопасности пути и все люди не знают и у нас нету коммуны давайте в кучу один держит одного поросенка у другого 100 свиней у одного две вещи а у батюшки 100 баранов так что это неправильно совершенно неверно отвечать на это я не знаю моно это один монолитное здание допустим а нет у нас общее мы вместе собираемся чтением занимаемся слово Божие монахи ничего этого не имеют и у нас учатся и не просто учатся потеряем когда это не общая но у нас в общей есть девушка она уже 17-летний у нее больше 100 наград за исполнение классических произведений на портепиано наград и у нас люди которые в Барнауле большая часть с красными дипломами и здесь учатся в университетах какой где это видно чтобы у монахов дети учились в университетах нет ну ложное понятие мы от меры неотделенные к нам приезжают кто хочет кому мы разрешили власти полиция прокуратура недавно была и в храм и все осмотрели но претензий нет наши платят все налоги так что тут отвечать не о чем это не справедливо последний вопрос по поводу критики ваши критики часто подчеркивают употребление вами довольно крепких слов сочетается ли это с христианством ну к примеру это вот шпана подзаборная звери кровожатые бешеные волки ну и это я разговариваю знаю с кем и поэтому разговариваю чтобы им доходило если я вам скажу так говорит господь Гена не пугай Гена я его не верю то другое я беру его слова и его их возвращаю потому что он неоднократно их навешивал на меня а я его их вернул вот как вы выглядите согласно слову Божию я в этом ничего не вижу а они есть такие на которые у меня это руководство совесть заслушанная я должен привести в чувства я работаю с людьми с разными категориями и знаю с чем разбить тот панцирь в котором они себя неуязвимость создают я могу двумя словами разбить и они будут целый день корежиться и целый месяц вспоминать и весь год во сне видеть мне Бог дал эту власть но вот люди приступают к Яну Крестителю порождение Ехидина змею Павел разговаривает и Римова враг всякой правды сын дьявола это покрепче моих выражений так что не надо это результат я не садужно не сказал это первое во вторых это все я знаю что неверующие это шпана там они там королеси я ему сказал вы вот такого похожего и подзаборная заброшенная спившаяся что тут забор виноват если я не прав подайте в суд да еще они часто смущаются слово блевотина Библия говорит об этом апостол Петр говорит чтобы они возвращались к прежнему гихам как пес на свою блевотину это не мое выражение библейское прямо что-то они могут не соглашаться я указываю глава стих откуда я цитил и священное писание до слова в кавычки можно взять ну он сам надумал что-то и изрыгнул и если бы был ты холоден и горящ но как ты тепл я Богом ты извергну тебя из уст моих то есть блевотина это из уст Христа я тебе извергну из уст а что из уст извергается толковать они говорят это блевотина так что не надо удивляться то есть это образно конечно не надо понимать буквально но я извергну тебя из уст моих извержение изо рта дальше поясняется блевотина это ненормально противоестественно поэтому перед глазами знатолус говорит а когда естественно испражнение выходит сзади ты не видишь даже чтобы не было тебе тошно за вчерашние ковришки даже это объясняют ваша абстрактная прекрасная Россия будущего состоит только из деревень или возможно модель большого православного мегаполиса нет никаких мегаполисов не будет то что кормила Россию так и будет кормить и поэтому оживление деревень какое сейчас есть не предвидится а другого выхода нет на колени примут любые условия потому что все идет оттуда как будто бушевые ножки ничего нельзя сделать мы первая деревня сама себя кормит все здесь есть только начали бежить а подражателей то нету на 440 погубленных всего в Алтае никто не подражает а один начинал строить такое у него там около 28 что ли грузовых машин было ну начали гулять пить и все развалилось у нас скрепляющий цемент это вера в Бога а вам мегаполисы говорить не надо мегаполис это выщищенная чашка в очереди и когда первые стоят по нужности труженики сельского хозяйства второе ну то там текстильная промышленность одеть человека надо третье строительство домов жилища все все остальное до конца а очередь состоит допустим 5000 человек вылезанные чашки и желание дать за что угодно когда голодные на все пойдут и печать примут и начертание зверя в деревню об этом очень хорошо говорит Герман Львович Стерлигов абсолютно правильно население в мире специально сокращают да почему показатели демографии в России и Европе падают ну вот понимаете одно с другим не сходится Россия это страна которая строилась все таки хотя бы на внешнем признании власти мужчины церкви и аборты были запрещены аборты сейчас показывают сколько миллионов при Хрущеве при Сталине Сталин запретил одно время после войны иначе нельзя было делать ну и получается что аборты все захватили удовольствие дай а плода не надо а во всем мире люди так не живут у них с детства культивируется культ рождения детей я видел как там мамки разной женщины выдают девушку замуж и она должна доставить справку заверенную гинекологом что она девственница ну вообразите у нас эту справку да какая в седьмом классе говорит она на вторую букву алфай это уже называется в кавычках девушка и что и вот она не хочет потому что смотреть надо интимное место она плащет невеста и бабушки там тетушки все ее уговаривают это где-то там далеко от нас а зачем сокращать население он мусульман дальше да простите наконец дают справку что она непритронутая и они обнимают друг друга со слезами целуются про невесту и забыли чтобы месею берегли в школе она одна не была нигде не позволяли одной пойти туда-то и они ее сохранили теперь мужу показывают справку а это нужно Библия говорит об этом когда женятся берут новые простыни и после брачной ночи на этих простынях с каждой капелькой крови расписываются свидетели родители жених но вот он ее возновил и говорит у вашей дочери я девства не нашел тогда родители пусть придут и расстелят ее одежды брачные перед народом твоя подпись ты же говорил нашел что она девственница ты говоришь и на него накладут большое пение платить сколько ну допустим 5 миллионов рублей и теперь ни под каким видом ты с ней развестись не можешь это Библия об этом говорит и поэтому рождали дети как радость как продолжение рода как благословение жена как плодовитая лоза потому что много было войн и все они вручную друг друга побивали и поэтому нам надеяться не на что Россия исчезающая страна последнее сражение она исчезнет по смыслу так войска должны где-то прийти к Иерусалиму и там погибнуть я слышал это толкование и очень похоже сунутся туда потому что все вакцинированные заводы мира находятся там и там ее кости будут хоронить 7 месяцев собирать Бог погибет и понимает это север это север кто там Турция может быть заодно только с ними я говорю так как политики говорят ну и есть библейские отражения туда свет падает так и будет Москва в этом я уверен будет сожжена в один час откровения 17-18 главы я много раз говорил на эти темы которые не соглашались а в конце все согласятся я это могу доказать в течение 10 минут любому сейчас не время это я немножко уточню вопрос с вашего разрешения население специально сокращают ли и зачем это делают да это вопрос второй уже касается но вот если Бога-то нет я чтобы понять человека я так мысленно перевоплощаюсь как бы я рождаюсь таким знатным мысленно и теперь ну как Кеннеди на него обратили внимание еще на студенческой скамье как Жаклин говорит что он очень перспективный и они в басонство приглашают и рассказывают если не соглашаются до дома не дойдет я считал про это знаю и вот стоит задача какая установить порядок на земле ну Собянин выступает Сергей и говорит 3 миллиона Московской области вообще личное население которое не работает еще я прочитал в интернете говорил он лет я его лично не слышал но я в это верю масоны во всем мире поставили эту задачу и утилизовать 7 миллиардов а зачем они когда не работают почему умерший умирая король сказал хотел бы я на том свете превратить все в какую-то бациллу в вирус и уничтожить этот мир чтобы природу не заражали если бы я не верующий был в Бога я бы обязательно масоном был навести порядок на земле вот так почему потому что зачем люди которые лгут не верят в Бога безобразничают убить учительницу может и с их стороны не сверующий как верующий все это безумие и сатанизм даже думать об этом нельзя никто не имеет права кого-то убить дьявол ищен убийца лжец но их стороны не признание Бога они находят это решение даже говорит не я насчитал у меня только я набрал 72 ролика по этой теме Герман Стерлингов утверждает что самое лучшее устроение общества было при судьях а уже потом монархия и все прочее как вы смотрите было когда самое лучшее при судьях ну было бы при судьях судьи при судьях было общество не пойму при судьях при судьях ну как вы в Библии в Ветхем Завете судьи в Ветхом суд bons но я так и понял в России это никогда так не было ну вот он говорит что вот такое строение общества было бы самым лучшим Библия об этом говорит и когда потребовали чтобы дай нам как у других народов Господь говорит, они и тебя отвергли, они и меня отвергли. Я не могу мыслить иными категориям, как в Священном Писании. Герман Стерлига в данном случае совершенно прав. Но народ к этому не подготовлен, только мы можем так эфемерные какие-то замки строить. Это невозможно, и никто это не примет. Людям нужна свобода в самом глубоком рабстве. Свобода безобразничать, блудничать, больше ничего там нет. Истина, свободных людей нет. Мы привязаны тяготением к земле. Вот и все кончилось. Мы привязаны к этой траектории земли, которая летит. И так ниже, ниже, ниже. Ничего этого нет. Когда наступила перестройка, а я был в лагере, вот где гуляем мы, тут приезжали люди и КГБ, и разные-разные, я даже не знаю, высокие звания люди. И спрашивал, я вот выступал в Академгородке Новосибирском, какой строй у нас лучше? А я в Альбе изучал все системы мирополитические. Ни за чем, просто для себя. Я, ну как при глазах вижу, я говорю, среднее, межфилиппинское и шведское. Вот это вот надо взять что-то оттуда, что-то отсюда. Больше другое не брать. Это мое мнение было на тот момент, когда ко мне приезжали всегда люди, такие вопросы важные задавали. А можно ли это сделать? Нельзя, я просто теоретизирую. У нас одно, православная вера, вот сейчас истинная вера, и архиереи мне давать той власти, которую они имеют. Они должны заботиться о просвещении народа, а не своей княжеской власти. И в этом все. А они этого не знают, они на это не пойдут. А архиерея одного убирает на другое. Так он здесь даже выхвещатели все оторвал. Лампочки все, все везде отдать племяннику. В феодосии Омске, скажу уже кто. Так что... То есть православную конституцию нам не ждать? Нет. Это будет самый дикий террор. Когда православным и отдадут власть сегодня, они под именем Бога начнут такое вытворять. В небо в копеечку покажется. И такой будет диспотизм. Это комсомольская правда писала, я с ней согласен. О котором мы только можем догадываться. Даже сейчас, не имея власти, они что делают? Убирают, там жалуются, скидывают. А тут полная власть. Даже думать нельзя об этом. Пусть занимаются божьими делами. А кесарь кесарью. Как вы относитесь к идеям ослабления роли государства в жизни общества? Брать, например, многие стандарты, как, например, Роспотребнадзора, дать больше свободы предпринимателям? А Роспотребнадзор нужная. Та система, которая меня душила все годы. И говорят, лагерь закрыли. Они не закрыли. Когда я увидел, что возможности нету, полицейские машины дежурят день и ночь здесь. Наутро я попросил собрать собрание деревянское и расформировал лагерь. Лагерь не закрывали. Я не могу никак доказать. И когда в суд они подали, чтобы прекратилась деятельность на 90 дней, а лагеря нету. То есть они били в пустоту. Там нет лагеря. Теперь без государства нельзя. Это будет анархия, которая хуже всего. И поэтому всякая власть от Бога. Самая первая власть была в мужа над женой. Матери над детьми. И это власть от Бога. А сказать, что они будут делать вот так, не будут делать так, как нам кажется. Самое большое сейчас поражение в стране к сегодняшнему устройству приведет поступать по истине. Вот включить такое правило, если говорит человек неправду, это нормально. А если правду, его за это судить надо. А почему? Сейчас попробуйте, в статистику внесите и поправки. Говорить только правду. Полиция, чтобы и где прокуроры не наклеивали там обвинения, то другое. Что будет? Кверх ногами все встанет. И поэтому как есть, так оно и есть. А лучше или хуже, это Бог разберет. Мы должны валиться за власти. Больше нам не дано. И мы каждый день, вы слышали, перечисляем. Путина, Мишустина, Дональда по порядку всех, Рамзаназа и Дорогена. Мы за всех молимся. Мы произнесли стерлингов, он стерлигов. М там нету буквы. Но видимо он убрал, чтобы не поняли, что это барышник. Меня спрашивают, а как вы к Герман относитесь? Я говорю, одно слово ему. Великий разрушитель. Он ничего не созидает. Великий разрушитель с большой буквы. Он все в церкви, все до одной еретики. Он знает одного епископа, который, но к никому не скажете, он на всем мире. А теперь того епископа не стало, будто бы. Все обман. Интересно, хлеб там по полторы тысячи булок. Вот. И теперь мука, и как закваска какая, какой это имеет. Вот оно, нормальная закваска. Нет, другая. И когда все сделали, там мужики около него с бородами, а доверяют ему, он говорит, и соль должна быть. Ну, да соль особая. Но мы взяли Байкалочка, там соль вообще чистейшая. Нет. Соль должна быть только где-то в шахте, которая света не видела. Так мы. Ну, это никто не знает, а я не скажу мне. У него оттуда соль. А мальчик высочайшая марки. Но говорит иногда правильно, поэтому мы должны вычинить нужное. Особенно объявляясь о пандемии, он говорит на сто процентов правду. А есть ли у русских будущее? Когда я был в Америке, я сделал доклад, там называется «Будущее русской эмиграции». Народу было много, разные нации, перевозчики были. Я, согласно Слову Божию, 12-го года я на Сталуста показал им. 72 года пленения, которые Израиль был, повторились на России полностью. «Будущее ваше только в полной покорности Слову Иисуса Христа, и вы вернетесь домой». И они не торопятся, они там прижились. Да еще мало того, молодежь туда выезжает. Я на всех смотрю на тебя, как на предателей. Тебя учили, работали, теперь поносит президента, и все такое. Это настолько богопротивно. Будущее только во Христе, со Христом, уверование, настоящее крещение, жизнь по заповедям Божьим. И сказать, а вы какой я сюда вкладываете, я всю жизнь сюда положил. И мы можем что-то показать. Только и всего, вот так. Как вы видите, что будет в ближайшие лет 50 с Россией? То же, что и во всем мире. Теперь жизнь прежней не будет. Задачей стоит о утилизации 7 миллиардов, как они говорят. К этому будут подгонять. Первое, что это, исчезнут деньги. И может сейчас вот в октябре, в ноябре ударить им все, и все на карточку переводите. А дальше никто не перевел, пропали. Люди кинутся в очередях, донить все будут. А дальше на карточку, ты без наборника, трассе, кончится не продать, не купить. Сегодня без маски заходят, в магазин не продают. Хотя закона такого еще нету. Это превышение закона. Дальше. Границы исчезают. Ни одно государство другому не скажет. Война, когда я говорю мир. Это три слова об антиксисе русского идеолога Владимира Сергеевича Соловьева. Это определенно. Когда говоришь, а какая столица будет, начинает гадать, не угадать. Иерусалим. И там будет правитель, его имя уже известно. И время его царствования. Полное его царствование будет три с половиной года или сорок два месяца. И в священном писании он называется антиксис. Можно написать большую букву, как и имя его. И какая будет жизнь, она подробно описана в священном писании. Тринадцатая глава апокалипсиса. Вот в этом безответ. Какие дальше события будут. А можно как-то сделать по-другому? Никак. Я объясняю. Вы сидите сейчас. Поднимите руку. Вот я показываю. Видите, какая большая рука. Я теперь ближе приближаюсь. Начинает сужаться. Я ярче, ярче. Видите? И теперь совместилось тель с этим. Идет проекция. Того, что в плане Божьем. Это Божья режиссура. Так скажу. Это написано. Это исполняется. И противодействует этому при всем желании. Бесполезно. У Бога это вымерено. У Бога. Трин начинает хвалиться. Корабль построили. Да его сам Бог не потопит. Эти слова говорил человек, который построил самый большой корабль в мире. И что за два с половиной года там где-то оторвался айсберг. Он потихоньку набирался до того места, где преградить ему путь. И он пойдет ко дну. Могут ли быть масоны хорошими? Это понимаете, вы мне задаете как христианину. Я этой темой занимался 14 лет. И если бы я был там, я говорю, что по-другому нельзя. Это люди, которые поставили задачу, которую мы пытаемся выполнить своими силами. Навести порядок не удается. А они глобально во всем мире это сделать. Готовность жить и умирать. И поэтому в мыслях это хорошие люди. В смысле в общем что они делают, дело сатаны. Ну может ли быть... Может. Хороший сильнее не все хорошее. А православным маслом может быть? А их полно. Ну я имею в виду более в таком истинном плане. Ну определенно я скажу, что есть и военные, и есть зарегистрированные общины. И президент Ерсен его Джуна Давидашвили как вещает, надевает. А вот этого там на Украине-то Владимира Зелинского прямо открыто сразу ему. Знаки все масонские повесили на него. Прямо открыто. Они не скрывают. На Мальте зачем на Мальте ездил Горбачок? И опубликовано-то не было. Это последний договор был. Как дальше вести перестройку, чем закончить. Масоны, стих позиции, если Бога нет, это самые хорошие люди. А если знать, что Бог есть, это самое неугодное. Вот так. А я верующий поэтому. Ну а вот вы встретились. Да, я встретил это дома. Вот когда верующие расстегивают верхнюю пуговицу, я боюсь. Это у них знак. Если или галстук, если снял галстук, пуговицу разверни. Если костюм, застегивается только одна верхняя пуговица. И вы на них посмотрите, на всех, когда они идут. Три-четыре пуговицы. А у Сталина все пуговицы застегнутые. Просто надо знать правила. Я просчитал их у Сталка где-то и увидел, что многие сами того не знают. Вот я никогда расстегнуть не буду. Я в армии видел, как наказывают, а тогда в армии за расстегнутые пуговицы наказывали. Я застегнулся и навсегда. Какие у вас, возможно, были откровения или проявления божественных явлений? Я ни одного видения не видел за всю жизнь. Ни одного слова не слышал. Апостол Павел говорит, что людей требует чудес, а Елен ищет мудрости. У меня ни того, ни другого нет. Но я молюсь, и вот спрашиваю, стихотворение когда читают, вот только вчера мне один тут, который насчитывает, а нельзя ли букву ЛИ, нельзя ли, чтобы обратились ЛИ, или впереди поставить. Разницы нет. Я вам доказываю. Давай так, так более слаженно будет считаться, как стихотворение все-таки. Я ему доказываю. Нельзя. Нельзя по той причине, а самое главное, что мои стихи написаны нечеловеческим умом. Настолько они выше моего сознания. Я молюсь. Вот сейчас я сказал, не буду писать. И как строка проплывает. Я четко считаю. А вот там. Ее нету здесь. Я вот сразу записал. Только кончил, я сразу записываю 35 строчек. И таких стихотворений 3467. И ни одной поварки нигде нету. С чистого листа. Это не бывает так. Я посмотрел. Щерновики Пушкин. Десятки раз защеркивают, как Лев Толстой. Другое слово. Я не могу ни одного слова изменить. Когда дохожу до сути, это настолько выше моего уровня образования. Я признаю, что это мне Бог дает. И поэтому я свободно апеллирую кому-то или передаю слова такие, которые и сам-то до конца не понимаю. Проходит время и кто-то объясняет. Или мне снова будет открыто. Я не слышал. Вот я говорил, как эта женщина просит переехать, не переехать из Италии. Из Италии просить меня помолиться в Алтайском крае. Теперь я месяц за месяцом, тогда только говорю. Ответ пришел. Вместо Писания и послал. А теперь бери это место, иди к духовнику, молитесь, поститесь, и что скажут, то и делайте. Видите как? Я все отдаю в Божьи руки. Нигде нет. Вот я так думаю, что это нет. Я сразу ссылаюсь. Вот место Писания. И оно трактуется именно вот так. Поэтому, а может... Что, ваши слова истины в конечной инстанции? Именно так. Почему? А это слово Божие. Оно неизменное. Ни одна йота, ни одна черта не исчезнет. В первую очередь, принятое решение Краевого Совета Депутатов Трудящихся, Краевого, о восстановлении Потеряевки. О восстановлении вся инфраструктура входит. Потеряевка не была без прудов, не была без дорог, не была без леса, не была без садов. Это мы все должны восстановить. Еще многое восстанавливать придется. Восстановить. Конечно, другое население, другой дух здесь. Ну, а это касается мертвым, неодушевленным вещам. Колодцы у каждого. То есть мы это все в том же порядке и восстанавливаем. Там была рыба, мы купались, вот где были мы. Там лужа была. И так понятно. Лужа и... Озеро настоящее. Увеличенная поверхность, верхняя, называется зеркало воды. 5-6 раз. Было, допустим, там 70 сантиметров, самое глубокое, сейчас 4 метра. Рыба. Вот она за столом у нас где. Так что... Конечно, этим деревня не занимается. Дороги не делали. Тут прыгали через кирпичи. Только может пройти Беларусь вот такие вот калии. И они еще не... То есть и средств нету. Я этим занялся. Все дороги при выезде выведили, как они уже... А дальше сил нету. И при том к властям не обращались. Мы знаем, денег там нет. Никак. Нам разрешили. Этого достаточно для нас. Мы сами все можем делать. И приступили к работе. Да, недовольны. Это правда. Меня это не касается. Я делаю для Бога. Написано все, что делаете, делаете как для Бога. И поэтому ошибки здесь никакой нет. Появились новые птицы. И изменяется микроклимат. Новые там гнезда. Новые звери даже появились. А я их знаю сколько всего. Как-то один раз насчитал. Кажется, 47 разных названий птиц только. Никогда так много не было. Удода никто никогда не видел. Соловей не пел. Только соловей поет. Удод по дороге бегает. Вот утки трех разных ветвинах. Шелохвостая там и нырковая. Гагары даже были. Перелетные птицы тут садятся. Аисты, журавли. Ну, другое все. А когда нет? На лодках поплавать, повеселиться. Или там грязная лужа с комарами. Тут сам вопрос-то по себе. Для чего? То, что хорошо. Купаются. Чистая вода. Одно удовольствие. А где мы коровку поют, вот если весной наберется вода, там ничего нет. Все промерзает. А теперь будет больше двух метров глубина. Мы сразу, я уже знаю, где брать рыбу. Привозить будем, разводить золотистый карась. Вот мы покупали каждый год карпов, запускали. А осенью помаленьку вылавливали. Ну, малая часть. Остальное весной их выбросит. Он спрятался это в камышах, его не достанешь. Поэтому я так и делаю. Дороги, вот теперь ходят они с сухой ногой, как говорится. Просто я человек, я здесь живу. И где бы я ни был, вот пустили меня на квартиру. Просто сказать так. Я знаю, что много детей у него там было. Тоже интересно. Какой-то в Пензе Карпово. Они первым меня приняли, а потом другие хотели взять меня на квартиру. А я не пошел. Писание говорит, не переходите из дома в дом. Я подружился с его женой. Марфа звать ее. А он Александр. Вот я проповедую где-то. Прямо около выхода из метро. Там где-то храм стоит. И женщина одна подошла. У меня Библия раскрытая. Она просто с храма вышла. Вокруг тут уже огромная толпа. Я одна женщина долго слушала, молодая. Подошла мне денежку, вложила в Библию. Помолись, чтобы Хрущев сдох. Я не могу молиться об этом. Возьмите обратно. А бывает, подходит в карман, судит денежки. Мне нельзя, я не могу зашить их. А у меня такой свой, кажется, принцип. Я считаю, сколько дали? Сто. Я должен сейчас же, сегодня же, постараться отдать 105 кому-то. И поэтому, если больше мне судить, тем я беднее делаюсь. Я сам себе придумал правила, которые меня давили. И я с этим живу. Первый раз я вот рассказываю, когда людям, они не верят в это. Я ничего не знаю. Библия первый раз в руках. И там стоит какой-то баптист, проповедует о десятине. Десятую сейчас заработка отдавать в церковь. И 100 рублей десятку. Я молодой, но у меня ревность такая о душе. Я решаю за себя. Я 9 буду платить. Тысячу заработаю и 900 отдам. Я 58 лет так и прожил. Поэтому на 2-3 работах всегда работал. При выработке почти всегда 280-300%. Понимаешь, у меня свои принципы были. И на себе самое рваное. Но зарваное я не люблю, чтобы залатанное было. Вот она на мне сейчас еще надета. Видишь, какие заплаты. Все это. Мне даже никакой нужды нет. Что обо мне думает, скажет. То есть я вышел из того возраста. Вот меня как-то обзывают. Еще я могу согласиться. Но когда говорят старик, не соглашаются. У меня внутренне нет настроя на старика. А сколько лет? 25-30. Я застрял на том возрасте где-то. Все время с молодежью, со студентами. Детский лагерь. Я никак не могу войти в свой возраст. Не надо бежать, я бегу. Не надо там катались, я опять лезу. На голубятина, с голубятина. И я считал где-то, возраст определяется востребованностью. Я востребован где-то. Ко мне обращаются. Вы приехали. Значит, я не старик. Так что это не обижает меня. Но внутри я себя не согласен. Я не старик. 82-й год. Если бы посмотреть с высоты на вашу жизнь. Вот вы сами, да? И была бы возможность что-то поменять, изменить. Что бы вы сделали? И вообще поменяли бы вы что-то? У меня стихотворение есть такое. В речушке там старик сидит, старик задумывался. И рядом тихий шепот в речке этой. Вот такую жизнь прожить бы мне, которую я узнал, как тюрьма его. Это первый год, как я обратился к Богу. И Бог как будто услышал, и все отпечаталось на мне. Я так и прожил. Я по-другому не смог бы жить. И как раз мне по силам все это. И тюрьмы, и лагерь, и психиатрия. Все по силам было. У меня характеристики, которые психиатрия, такие не дают. Какой характер. Как я бесстрашно проповедовал, заходил. И при том не был навязчивым. Теплый характер. Ну, разные такие. Это пишет там человек Мазур, Моисей Аронович. Его долго ждали, пока приедет с Москвы. Кемерово. Я так же бы прожил. Конечно, где-то более ревностный. Я вот сон сокращал до двух с половиной часов. Дальше не потянул. Два с половиной часа только спать. Меня жена ни разу не видела лежащим днем. Она не знает это. Сидя, откинулся. Пятнадцать минут. Больше нет. Пятнадцать минут проходит. И как шепот вознялся, что пора. Открывая глаза, никого нету. Я верю, это ангел. А другой раз, видимо, я не слышу, он так... Я туда-сюда. Никого нигде нету. Я скорее тогда, Господи, проси, залез-то в кондомолитву. Я верю, это Господь делает так. Это Бог. Моего там ничего нету. Я оборачиваюсь назад. Вот, вот, неграмоты нету. Ну, нет у меня, что есть у Геннадия Паста, там, учились люди. Нету. Но я все время самоуком учился, как Андрей Кураев говорит, очень начитанный. Он меня признал, там, интервью дает, считали? Самым там, знаменитым, великим миссионером. Я таким себя не считаю. Но, то, что я сделал, проехал, по милости Божьей, это никто не сделал, не делал и не сделать. Это нельзя сделать. Почему? В первую очередь должен быть материал, подаркищем. Я ехал с книгами. И мы подарок сделали при 8 тысячах пенсии на 35 миллионов рублей. И 650 городов и районных центров. От Владивостока до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Собака. Охраняли встречи. А встреч были тысячи. И мы везде несли Слово Божие. Специально газель купили для этого. Это моя жизнь. У меня стихотворение о женщинах написано. И когда я его считаю, о женщинах что написать? Там платье, там другое. У меня особое оно всё. Я с женщинам всем благодарен и вдосталь, Что мимо меня, незаметив, прошли. Возглянули шли косы, Змеёй струили щекосы, Заноза я в них не вошёл, И нечего то ворошить. И последний куплет говорится о том, Обстиран на шатком своём табурете, Как в кресле, И ум мой блудом неисточен, По-прежнему острый. А впереди, острые, Рядом со мною прекрасные чистые сёстры. Я один не бываю. Всё время с молодёжью, студентами, детскими лагерями. Это повлияло на моё восприятие этого мира. Люблю стариков среди них, А себя не чувствую стариком. Нет этого чувства.